Привет! Сегодня мы все здесь собрались, чтобы пометать ножи. И мы специально выбрали очень интересное место. Это очень старая арабская мечеть. На данный момент это здание, это просто памятник культуры. И здесь внутри находится какой-то небольшой музей. А вся эта местность вокруг этого музея, это большой парк. Сегодня пятница, естественно, никого нет. Есть огромные деревья, в которые можно без проблем пометать ножи. У нас собрался довольно неплохой наборчик разных ножей. Некоторые метательные, некоторые не очень. Те, которые метательные, мы просто в кайфе покидаем. А те, которые не метательные, мы испытаем их, насколько они подходят для этого. Естественно, первый вид ножа, это эти метательные ножи СОГ, которые мы купили. В принципе, мы их немножко уже испытали, и они довольно неплохо летят, хорошо сбалансированы. Но мы еще все это покажем. Дальше идет несколько ножей, которые четко, конечно, метательные. То есть видно сразу, что эта вещь метательная. Рома, ты говорил, это как-то называется еще? Да, вот эта вот форма ножа, она называется даймонд, потому что она как бы идет в форме алмаза. Это придумал один из, я не помню точное имя и не помню, когда он был, но он был пятикратным чемпионом по метанию ножей, пятикратным чемпионом мира. Это его личная форма он придумал. Я помню, что это человек, священник, параллельно всему этому. Вот он придумал такие ножи, вот такие. В общем, любой нож, который встречается с такой формой, можно сказать, что взял свое начало с его ножей. Это очень распространенная форма метательных ножей. Это довольно необычный нож. Это именной нож, который был сделан специально для Миши. Он больше такой сувенирный. Но мы все-таки решили его испытать, как он реально летает. Вот это тоже интересный нож, который был куплен специально для метания. То есть, 100% он не разрабатывался для метания, но его хозяин, он его купил, потому что, в принципе, прикинул, что кусок металла, никакой рукояти, никаких частей, которые могут сломаться или разлететься, кроме, естественно, самого ножа. Поэтому и стоят эти ножи фирмы МТЕК. Вот его коробка. Эти ножи стоят очень дешево. То есть, я думаю, до 10 долларов они стоят в интернете. Поэтому, в принципе, такой кусок металла не жалко, даже если сломается. Но в то же время, если он будет хорошо метаться, это будет очень интересно. Следом у нас интересный нож, который с виду, наверное, сразу всем показался штык-ножом от Калашникова. Я, честно признаюсь, и сам так считал до недавнего времени. Но сейчас Рома рассказал нам, откуда реально взялся этот нож. Такой вид ножа очень плотно используется в израильских инженерных войсках. И в израильской армии, в Цагале, он и сейчас есть на вооружении, но им практически уже, наверное, никто не пользуется. Есть такой автомат израильской разработки, который называется Галиль. Есть Галиль, есть укороченная версия, называется Галилен. В принципе, этот автомат во многом был скопирован с обычного автомата Калашникова. Естественно, штык-нож, который к нему шел, тоже был скопирован очень-очень близко. Но, так как ножом этим было сделано уже столько различной работы, метания и всего остального, я могу предположить, что здесь немножко другая сталь, чем на оригинальном Калашникове. Возможно, другой хвостовик и рукояточка здесь тоже отличаются. Поэтому, как бы этот нож не был похож на штык-нож от Калашникова, это штык-нож от автомата Галиль. Проблема в том, что сам автомат Галиль себя не совсем оправдал. Это был очень тяжелый автомат. Он, по-моему, весил за 4 килограмма, да, где-то 4,200 весил Галиль. Галиль весил 7,200. Ну, как и 7,200 весил. Ой, ну, 4 с чем-то он, 4,5 килограмма. Он весил, как Негев. Не гони. Может быть, совсем, то есть, видимо, с патронами, со штык-ножом, может быть, он настолько и весил. И может быть, 7 килограмм. Да, ну. 7 килограмм – это Негев. Я помню, что он весил, как Негев. Ага. Короче, то, что я помню. Да, Рома помнит 7 килограмм. Я помню, что Негев, не Негев, Галиль весил в районе 4,5 килограмм. Это был тяжеленный автомат. В тот момент, когда даже длинный М16 весил где-то 3,600, 3,650 он весит. И укороченный М16 где-то 2,5 килограмма. Ну, можете себе представить. То есть, вот такая бандура огромная. И это был очень неудобный автомат. На самом деле, я знаю, что, например, армия ЮАР, они конкретно используют автомат Галиль как свое основное оружие. И Израиль во многие страны продавал этот автомат. Но на данный момент сам Израиль, по-моему, полностью списал. Последние, кто им пользовались, это были танкисты, которым очень редко приходится пользоваться автоматом. Поэтому он у них был. И то, у них был укороченный глилен под конец уже. Ну, и сейчас даже они ходят с коротким М16. А в Израильской армии вводится новая разработка, которая называется Тавор. Новый автомат. Ну, неважно. В принципе, небольшая история про Галиль. Сам автомат себя, конечно же, не оправдал в использовании. Но штык-нож оказался очень применим в инженерных войсках. Рома у нас служил, конкретно служил сапером, был на войне. И много раз использовал этот нож именно по назначению. Когда-нибудь, возможно, мы сделаем видео о том, как можно использовать этот нож. Оказалось, что нож этот очень неплохо метается, имеет неплохой баланс. Поэтому его мы тоже пометаем сегодня. Следующий нож. Это Глок 78. Мой друг дал мне его, чтобы испытать, как этот нож в метании. Потому что есть очень много отзывов в интернете, что этот нож очень хорошо метается. Поэтому мы хотим это проверить. Естественно, по нашему какому-то не самому объективному мнению. И здесь несколько необычных предметов. Это обычная отвертка и обычный столовый нож. Проблема в том, что Рома... Рома, иди сюда. Я здесь. Рома утверждает, что в принципе все вот эти моменты, когда в каком-то фильме, в боевике человек хватает первую вещь, которая попадает ему под руку со стола, просто метает и с 10 метров попадает в глаз какому-то злодею. На самом деле это все правда. Да, это все правда. Если в достаточной степени, скажем, кидаешь одним ножом, долго уже кидаешь, просто ты уже не смотришь, где ты его взял, как ты его взял, как он будет крутиться, ты его уже чувствуешь. Так же самое вещи. Просто хватается какая-то вещь, чувствуется сразу же вес, чувствуется, сколько веса идет за серединой, то есть за той точкой, где схватил то, что находится в руке, сколько веса здесь, и уже можно примерно рассчитать, как оно встрянет, как бы инстинктивно это все делается, это все рассчитывается инстинктивно. Поэтому я считаю, что это правда, и хочу показать, что баланс, эта вещь, как бы она нужная, она облегчает, но можно кидать и вещь несбалансированную, просто физически как бы способную воткнуться во что-то. Хорошо, давай теперь, знаешь что, давай я тебе спрошу одну вещь. Вот скажем, ты сказал, что можно взять какую-то вещь, прощупать ее баланс, понять, как ее бросать, то есть и она встрянет, если ты ее кинешь. Скажем, вот ты взял какой-то нож, мы возьмем самый такой неожиданный, который не метательный, вот ты взял нож, что ты должен почувствовать, где баланс? Чувствуется в первую очередь, надо знать, как ты его будешь кидать, за лезвие или за ручку, потому что тут как бы сразу заметна разница в размере. Обычно нож метательный, у него как бы, у него центр, то есть он, можно сказать, что спрятан, то есть сам выбирай, где он будет, но сразу понятно, что и ручка, и клинок одного и того же размера. Здесь как бы сразу видно, что это не так, но здесь баланс существует. Не, естественно, у него очень есть кин будет. Несмотря на то, что ручка здесь короче, он существует, то есть этот нож можно применить как метательный, вот, если базовые какие-то правила соблюдать метание. Подожди, подожди, ты определил, что баланс вот здесь вот. Да. Значит, при метании. Я его просто взял, я почувствовал, что вес, который у меня в руке... Значит, где ты будешь держать, где ты должен где-то хвататься специально, или тебе уже по барабану нужно схватить. Главное, чтобы ты знал, где этот баланс и как его использовать. Главное, прочувствовать именно этот баланс, то есть прочувствовать, что то, что ты держишь в руке, вес, который ты держишь в руке, это примерно тот же вес, который находится за рукой. Вот когда ты это прочувствовал, тогда ты примерно знаешь, что у этого ножа, какой его баланс, ты знаешь, насколько его уведет во время того, как он вылетит у тебя из руки, ты знаешь, какую поправку давать кистью, с какой силой его кинуть, ты знаешь, послать его к мишени быстро, или послать его медленно, чтобы он проворачивался быстро, или чтобы он проворачивался медленно. То есть все эти моменты ты уже контролируешь почти что на инстинктивном уроке. То есть нужно взять нож... Момент, что прочувствовал этот баланс. Вот ты собрался метать какой-то нож, который ты никогда не метал. Его нужно взять, покрутить в руках как-то, посмотреть, как он, куда, что у него идет. Да, подержать за лезвие, подержать за ручку, чтобы понять, кто... Вот тут вот баланс где-то здесь, значит, я его буду брать примерно вот так вот, чтобы он указательно... Ты можешь взять его и намного ниже, но тогда тебе придется кинуть его сильнее. Да, кинуть сильнее, чтобы он долетел быстрее, потому как он будет крутиться быстрее. То есть главное за балансом не хватает. То есть вот так вот... Можно взять и за балансом, но есть... Существует много видов метания, каждый вид как бы невозможно, я считаю, все изучить. Нужно просто выбрать для себя основные, и из него уже у тебя, опять же, на инстинктивном уровне выработается твой собственный стиль. Который ты сможешь контролировать действительно как бы на подсознательном уровне, а не смотреть, сколько там метров, шаги отмерять, как бы и всякие вещи. Окей. Хорошо, ладно. Значит, сейчас мы обсудим различные именно стили, виды, техники метания ножей, которые мы знаем. Попытаемся объяснить все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...